За 7 лет африканская чума свиней проникла на территорию 31 субъекта России. Выявлено 378 неблагополучных пунктов и 92 инфицированных этой болезнью. Только в 2013 году 48 неблагополучных пунктов и 35 инфицированных объектов. При ликвидации чагов отчуждено более 900 тысяч голов свиней. Компенсация составила более 2 миллиардов рублей. Существует риск дальнейшего инфицирования новых территорий России, Центрального и Приволжского федерального округов. В Чувашии ситуация пока благополучна. Сегодня в Доме правительства прошла видеоконференция с районами республики, на которой обсуждали вопросы профилактики появления в республике африканской чумы свиней. В республике 220 тысяч поголовья свиней. Из них 130 тысяч в крупных сельхозорганизациях. В настоящее время территория Чувашской республики благополучна по ЧС. Профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения ЧС на территорию республики проводятся в соответствии с Коприсским планом. Усиленно охранно-карантинные мероприятия в свиноводческих фермах и Коприсах. Обеспечивается перевод свиноводческих хозяйств в режим закрытого типа, но из 79 свиноводческих хозяйств не работает режим закрытого типа. По нашим дамам СХПК «Восход» Парисского района. В Татарстане в районах Риска в радиусе 20 километров от крупных свиноводческих ферм жителям в целях безопасности предлагают завести вместо свиней других животных. Их выкупают по рыночной стоимости. В эту территорию попадают и 9 населенных пунктов Чувашии. Так называемые буферные зоны собираются создавать и вокруг республиканских крупных свиноводческих комплексов. Сейчас глава муниципалитетов составляют списки населенных пунктов. Свиней будут выкупать фермеры, либо люди продадут их по своему усмотрению. Но так или иначе, эти животные из зоны риска должны оставаться только в закрытых фермерских хозяйствах. По данным Минсельхоза Республики, около 40 тысяч поголовья попадет в буферную зону. К тому же, по территории нашей республики проходят две основные федеральные трассы – М7 и Вятка. Машины из карантинных районов России – это еще один путь распространения инфекции. Вместе с ними попадают пищевые отходы на наши дороги. По линии МВД, по линии ГБД, по линии Росэльхознадзора, Ветслужбы, на постах мы всегда осуществляли контроль. И сегодня в круглосуточном режиме с сотрудниками этих ведомств обязаны осуществлять контроль. Оперативные информации, когда поступает к главе администрации, он может уже свои рычаги подключить. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова